Музыка Подайте Христа ради Подайте Христа ради свину на лекарства Три года в инвалидном кресле Жена бросила Я одна осталась, старая Помочь некому больше Возьмите Ой, прекратите, ну что вы Да она тут каждый день такие бабки зашибает Нам и не снилось Умеет давить на жалость Да у нее, небось, и даже сына никакого вовсе нет Вы ведь наверняка не знаете Храни тебя, Господи Храни тебя, Господи Что ж, почитал ваши материалы, Данила Михайлович Вы нам подходите Оригинальный взгляд на проблемы, интересный стиль изложения Одним словом, я буду очень рад вас видеть в нашем коллективе Спасибо Постараюсь не обмануть ваших манежных Надеюсь Зиночка вам покажет ваше рабочее место Можете приступать прямо сегодня Супер Зина Да Покажите, пожалуйста, Данилу Михайловичу ее рабочий кабинет Расскажите о правилах И обязательно сообщите девочкам Что он очень счастлив в браке Так Подожди Нет Подожди Нет, нет, нет Положи на... Даня Ну, Даня Сегодня мы должны все рассказать родителям Леночка, слушай, ты волшебница, да? Стоило подумать о пирожках, а не тут как ту Слушай, восхитительно Лена Сколько раз тебя просить, чтобы ты проветривала после своей готовки Ну, тут же капусты все провоняло Даня любит капусту А что тут смешного? Да, они любят все вредное Он большой ребенок За мужем надо смотреть, милочка Мам, ну перестань Что перестань Ну, перестань Ну, что перестань Пирожки при твоей язве, это бомба Да Замедленного действия Ладно Галерия Степановна, язвы у него уже давно Это не главное Самое главное В общем, родители, у нас есть для вас две новости Одна хорошая, а другая очень хорошая Так-так-так, ну-ка, ну-ка, ну-ка Можете меня поздравить, меня взяли вертикаль Хороший оклад, свой кабинет, все как я хотел Поздравляю, сынок Наконец-то, а я знала, знала Я знала, ты заслужил это, сынок Ну, а вторая? Мы переезжаем на съемную квартиру Почему? А что вас здесь не устраивает? Мам, пап, мы просто уже созрели для отдельного проживания Ну, и потом вы от нас отдохнете Да Ну, и вообще, это не главное Самое главное, у нас с Леной будет ребенок Ребенок Ну, да Как ребенок Мам Ты, ты вообще понимаешь, что такое ребенок? Да на твоей карьере сразу можно будет поставить большой крест Ну, а как же я? А вы? Дедушка, бабушка Я бабушка? Ты хочешь сказать, что я буду нянчиться? Ну, а почему бы нет? Вспомнишь молодость Ну, спасибо тебе, сынок Каля Спасибо тебе, сынок Значит, ты хочешь сказать, что я старая кляча Все, жизни конец, карьере конец И что мне остается? Только пеленки, подгузники, кашки и детские болячки Так вот поэтому мы съезжаем от вас, потому что, чтобы вы отдохнули Чтобы мы вам не мешали с ребенком Не трогай меня Ну, значит так Ты все решила За меня, за себя, за него Ну, учти По-твоему, не будет, так и знай Я не позволю тебе разрушить нашу семью Все, что я с таким, с таким трудом создавала годами С таким трудом Лена, Лена Даня, не уходи Слушай, ну это чисто нервный Что с тобой? Чисто нервный, беги за Леной Иди, иди, я сам справлю Не надо, воды, воды Лена Чисто без сахара Сыр, деньги есть у тебя? Нету Ну, дай на бутылку, что ты? У меня нету, я клянусь, у меня нету Сыр, не надо, не корну трубу на ряд Ты что, ну дай, ты что, ухаж, что ли? Да у вас нет, деньги есть, ухаж Паразит, что ж ты делаешь там? Ой, ты девонька моя, миленькая Ну-ка, давай, вставай, мой хороший Вставай на лавочку Вставай на лавочку Ой, молодец Ой, хорошо Ну-ка, миленькая Ой, я тебя знаю, Девуля Слушай, ты не на сносях, а? Ой, подожди, сейчас Эй Стойте, стойте Стой, тебе говорят, стой Бабка, ты что, на ту свет захотела, а? Да Мне еще рано Посмотри, девочки, плохо Биш, загибает Ну, что, ну, что, я разбежала Ну, подожди, вот, вот этого тебе хватит Колымагу свою пожалела, на Банка грабила, что ли? Да никакой банку, вон в больницу же надо Помоги девочке Помоги девочке встать Ты не можешь? Потихонечку, только ты уж ее довези Помоги, ладно Даня, я не знала, что ты куришь Ты хочешь рак заработать, да? Мать, ну прекрати, пойдем домой Сынок Пойдем Ну, какой смысл тут торчать целую ночь? Тебе надо отдохнуть Мам, да перестань ты меня уже воспитывать Хватит, правда, я остаюсь, сколько можно повторять Ну, как хочешь Как хочешь Пойдем, пойдем Не спишь, ты поспи Ты поспи Чего быть, тому не миновать Не мучься, дочка Дочка А может, это и девочка была? Может, и девочка Только врачу не до этого было Да и срок был маленький А ты поплачь Твои-то приезжали Муж Свекор со свекровью Только врач их не пустил А может, там, внизу В приемном покое сидит Если хочешь, я его приведу Нет, так нет А ты поплачь Со слезами Все выходит Это только ночью темно А день будет обязательно светлый Леночка нас теперь помучает Хотя доктор говорит Что состояние у нее стабильное Стабильное и тяжелое Ты хочешь сказать Ну, ничего Она молодая Подлечит будет, как новенькая А ты знаешь Может, это даже и к лучшему А желающих нищету плодить И без них полно И что Даня в ней нашел Ни рожи, ни кожи Господи, что ты такое говоришь Ну, вся эта слепая ревность Убила в тебе всякие чувства Ну, честное слово Ты понимаешь хотя бы, что Лена Наверное, никогда не будет иметь детей Ну, ты это хотя бы понимаешь Ну, неужели тебе ее не жалко никак, а? Ну, как ты Пять лет Пять лет она была домохозяйкой Пять лет ты ее приучала к тому Что место женщины у домашнего очага Сама ездила по гастролям И все равно находила поводы Чтобы ее упрекнуть в чем-нибудь Так, а ну-ка Ну-ка, останови машину Я пешком дойду Видеть тебя не могу Сына родного Он в грош не ставит Леночка у него во всем Ну, прекрати Ты иногда бываешь просто Ну, невыносимо прекрати Ну, что ты делаешь? Выпусти меня Синюминку Переедет перекресток И ты выйдешь сама Синюминку 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 Доброе утро, Михаил Данилович А я знаю, что вы притворяетесь И не спите Леночка Мне нравится, когда ты меня будешь Я сразу вспоминаю детство Маму Она так же вот тихо приходила Разговаривала Шторы открывала Мне на секунду кажется Что совсем уж не старый перечник А? Как вы себя чувствуете? Ах, хорошо Спал как младенец, видимо Массаж пошел на пользу В космос пора Ну, космос подождет А вот пару отбивных я бы сейчас съел Овсянка Куриное суфле И какао Лена А? Скажи, а что, Даниил Сегодня Опять не ночевал? Ну, вы же знаете Когда Выходит новый номер Всегда так Ну, вы не переживайте Он не забудет Какой сегодня день Хватит оправдываться Ты можешь просто выполнить обещание Я надеюсь, ты помнишь, что сегодня у Калерии Степановны день рождения Теперь помнишь? Хорошо Я рада Ну Здравствуй, дорогая Давай Давай С днем рождения Их не принято Поздравлять Но Каля так Ждала и любила это событие Алло Да, я слушаю Каля Да-да, конечно Каля Она на дух не переносила Когда ее так называли Зачем же вы тогда ее так называли? В гневе Она бывала призабавной Ты знаешь Она всю жизнь боялась казаться призабавной И смешной И слабой Она только прикрывалась этим своим Высокомерием Ты простила ее? Значит так, родственники Звонили из основного офиса руководителя всего нашего издательского холдинга Артамонова Просят срочно приехать Что, проблемы? Нет, скорее наоборот Но я пока ничего говорить не хочу, чтобы не сглазить Мама бы мной гордилась Наталья, привет! Выглядишь потрясающе! Привет! Благодарю! Шеф, у себя? Придется подождать у босса дочка Вернулась из свадебного путешествия вся в слезах и соплях Да ты что? Угу Выскочила замуж за Жеку После месяца знакомства Представляешь? Она думала, что он за ней всю жизнь королевский шлейф будет таскать Угу, как же Босс им купил путешествие по Европе Так Жека в Лондоне и застрял Кто из Жека? Данила, да вы что? Жека Лонг из группы Блэк Айленд Ну подумай, поехал в свадебное путешествие и заключил контракт с английской студией Везунчик Вот ее Кстати, анекдот в тему Проверяет отец у сына дневник Математика два, физика два, а пение пять У тебя, он еще и поет Угу Ладно, я посижу, подожди Угу А тебя предупреждали Присмотрись У этой гитаристишки на лбу написано дегенерат Папа уже не в высшее образование Одно другого не исключает Да вернется Успокойся Еще и прощения попросят А насчет этого Может ты ошиблась? Да конечно, три недели, ну папа, ну что вы делаете? Да что все бабы делают в таких случаях? Рожать И даже не думая от него избавиться Волосатая об этом знает? Знает Знает Так ему до лампочки мои проблемы Папа, я не готова стать матерью Зато я готов стать дедом Надеюсь, это будет пацан Наталья Да, Олег Роденович Потемкин подошел? Да Пригласи его ко мне Дай-ка сумочку Давай-ка прогуляйся по магазинам Развлекись Добрый день Здравствуйте Добрый день Здравствуйте Даниил Ирина Очень приятно Очень приятно А, пап, а у меня машина в сервисе Может быть я тебя дождусь? Может не получится У меня сегодня встреча с немцами Если что, Наталья вызовет такси Хорошо Хорошо Прошу А, Ирина Да Сумочку забыла Поздравляю, Даниил Михайлович Ваш журнал имеет самые высокие рейтинги Среди наших изданий за последние три месяца Думаю, в первую очередь Это ваша заслуга Нет, Олег Родионович Это заслуга всей моей команды У нас ведь работают профессионалы высшего класса Случайных не держим Похвально Спасибо Кое-кто из моего окружения Предлагает включить вас в редакторский совет Как вы на это смотрите? Я постараюсь оправдать ваше доверие Так может быть у вас уже есть какие-то предложения Например, как реанимировать визави Олег Родионович Дайте мне пару дней, я сложу вам все варианты Договорились ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ирина, а Олег Родионович только что уехал? Ой, я не успела Может вас подвезти? Да неудобно как-то Мне еще в торговый центр надо Но если у вас есть время Найдется Садитесь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри-ка, вроде ничего особенного, вот за душу берет, а? Слушай, есть какая-то драматургия, я говорю Да, кураж в этом вот во всем А это что за композиция? Где-то я вроде как город знаю вдоль и поперек, а? Суворовский бульвар Да ты что? Кстати, помните Севу Горохова, который у вас на экзамене В рекламе влюблен и обеспечен Да Счастливый характер Леночка Слушай Мне Гордеев вчера звонил Ему нужна секретарша С хорошим знанием английского Хитрецы Да у Якова Семеновича наверняка там очередь стоит из желающих А вы все меня пытаетесь сосватывать Нет, я вас никому не доверю Леночка, жизнь дается только один раз А ты лучшие годы проводишь возле инвалидов А ну-ка прекратите так говорить Все, давайте отдыхайте, Даня придет, будем ужинать А А Что случилось? Плохо? А А Да не ела найти Сейчас, я скорую вызову, ну сейчас подождите секунду Спасибо Простите, что отняла вас весь вечер Да ничего, вы обращаетесь Ну, пока Ну, да, пока А, давайте по маме, конечно Так Ну, да, пока А, давайте по маме, конечно Может зайдете? Нужна срочная госпитализация Катя, зовите Петра А, вы кем приходите с больным? Я Это, это моя дочь Соберите самое необходимое, главное документы Хорошо Лена Готовьте место в реанимации У нас здесь обширный инфаркт Лена, хватит думать о других Гордеев поможет Успокойтесь, все будет хорошо Ну, в общем, как он познакомился с этим продюсером, история умалчивает Но в этот момент все очень изменилось Собралась вся группа, а они как будто и не расставались Он меня звал к себе на студию Ну, мы-то не за этим приехали Я думаю, он понял, что потерял больше, чем приобрел Я закурю? Кури И мне тоже дай Расскажи мне что-нибудь про свою жену Какая она? Какая? Она не курит в постели И это все? Наверное, ты ее любишь Ты любишь дышать Уверен, тебе по барабану Но не дышать ты не можешь Хороший ответ, а? Да, вот только мне как-то не до смеха Ну, что, как он? Я... сожалею Нет, не может быть Мы сделали все, что могли Мне очень жаль Ага 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 Тоня Ты мне не ответил на один вопрос А хорошо ли тебе с ней в постели? Мне пора, Ира Мне пора, Ира Я позвоню Ну, если не позвонишь Мы люди не гордые Я и сама позвоню Да Без дачи Я скоро буду У меня есть для тебя очень хорошая новость Хорошо молчу, слушаю Что? Владой человек, а цветы? Вот как мне жить, Свети Вот как мне жить, Свети Почему ты молчишь? Да Я чувствую, ты меня осуждаешь Я мало внимания последнее время уделял отцу Но ведь ты всегда была рядом с ним И я мог не беспокоиться Он просил что-нибудь передать? Он просил найти тебя Он просил найти тебя Прости, но я не телепат Жестоко Тебе мало моего раскаяния? Ты спросил? Я ответила Дань, помоги мне работу найти Может быть у тебя в журнале Я готова быть корректором, фотографом У нас работают только профессионалы Что ты можешь делать так, чего не могут другие Спасибо Спасибо, я сама справлюсь Ленка, прости, я не понимаю, что говорю Ленка, прости меня Я пропаду без тебя Прошу тебя, не отталкивай меня только сейчас Ну, ответь, друг, что-то важное Ну, ответь, друг, что-то важное Пусть самостоятельно принимают решение А то без меня и слова выдавить не могут Начальник Правильно, начальник должен быть строгим А для тебя мне важно быть хорошим Мне хорошо, когда ты хороший А тебе хорошо? Мне всегда с тобой хорошо И вообще, ты здорово придумала, что вот так спонтанно меня взяла, вытянула Я уже забыл, когда последний раз вот так вот просто шатался по городу без дела А давай поедем в кино? Или… И вообще уедем из города Да, как раньше Слушай, надо чаще выбираться Не знаю, отключать телефон И уезжать за город, кататься на лошадях И ты так умеешь, Потемкин А, а ты сомневаешься? Да Лен, я знаю, ты обо мне заботишься И я чаще не замечаю это, не ценю, но я обещаю справиться Правда Ты мне веришь? Потемкина А кто тебе звонил, пока я брился? А? Мой тайный соперник Оля Сорокина Оля Сорокина — мой тайный соперник Моя однокурсница Они просто сегодня встречаются и меня тоже позвали Я согласилась Ты ведь не против? Да нет, конечно, не против Что-то не похоже, а что не так? Ну, просто столик выдай мне никогда не поздно отменить И можешь на свою встречу надеть новое колечко Ммм Ммм Оп Столик в Эдеме не отменяй Столик в Эдеме не отменяй Точно? Только заехать я за тобой не успею Доедешь сама, хорошо? Конечно, хорошо Ну ладно тебе, молодежь Все, пока, я побежал Пока Понятно, спасибо, извините Я не знаю, где ты найдешь фотографа Но должна была сделать это неделю назад Простите, пожалуйста Вам нужен фотограф? Да, нужен А что, работу ищете? Да Небось, высокую зарплату хотите? Нет, меня муж обеспечивает Я просто работать хочу Только у меня опыта работы нет Но я шесть лет уже занимаюсь фотографией А что нужно фотографировать? Благотворительный фонд Близкие люди Помощь детям-сиротам Работы много, денег мало Зато свободный график Я согласна То есть денег вообще нет Мы оплачиваем обеды и проезд Я же говорю, я согласна Серьезно? Ну тогда вот Адрес и телефон Кстати, зовут меня Ольга Сергеевна Ольга Сергеевна, а я Елена Отлично Звучит музыка От заведения. Спасибо. Может быть, я принесу ваш заказ? Нет, не нужно. Солнце. Так. Влюблённые. Ага. Тускубков. Императрица. Император. Да, Ира. Да, Ира. Всё было хорошо. Тоже хочу. Встретимся. Послушай, я тебе перезвоню. Всё, я не могу. Да, обещаю. Простите. Ваша дама ушла полчаса назад. Прикажешь себе подавать ужин? Да какой к чёрту ужин? Извини, дружище, ты ни при чём. Вот, это тебе на чай. Лена, прости меня, я не думал, что так получится. Я не хочу, чтобы говорить, Потёмка, надо валить. Солнышко, пожалуйста, не будь дурой. Пойдём в машину, дождь идёт. Ты вся промокла. Я понимаю, я опять в дураках. Пожалуйста, давай без истерик. Я знаю, ты бы лучше поехала бы навстречу однокурсников, но прошу тебя, давай без цены. Потёмка, ты меня душа. Мне плохо, понимаешь? Вот, видишь? Вот. Лена. Прости. Прости. Просту. Прости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри, ты, Коля, маленький Пикассо, ты представляешь, на благотворительном аукционе его автопортрет ушел за две тысячи евро. Да ты что? Вот о ком писать надо. Я подумаю об этом. Это что? Открой. Надеюсь, размером не ошибся. Примерь. Мы приглашены на юбилей Ренессанса. Когда? В пятницу в восемнадцать ноль-ноль. Ты просто будешь обязана затмить всех женщин. Что-то не так? Я должна в эту пятницу ехать фотографировать за город. В детский дом. Ну, значит, не поедешь. Ты и так целыми днями с этими детьми. Нет. Лена, я не могу пойти один. Давай сделаем так. Давай возьму платье с собой, приеду к тебе в офис, там его переодену. Правда? Домой я все равно не успею заехать. Смотри сама. Я ждать не буду. Мне нужно быть вовремя. Слушай, две тысячи евро за эту мазню? С ума сойти. А, посмотри мою речь. Может, что, посоветуешь? Хорошо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ольга Сергеевна, ну, долго еще, а? Меня муж в ресторан пригласил. Если я опоздаю, он меня никогда не простит. Ну, не могу же я по щучьему велению мотор реанимировать. Попытайся попуток поймать. Вася, что там, а? Да тут полная безнадега. Давай на попутки, а? А? Девочка полная. Ну, че, загораешь? Аэроплан что? А моя колмага подойдет? До города довезете? Садись. А можно я у вас переоденусь? Да не вопрос. Спасибо. Ого! Че, на праздник опаздываешь? В юбилей издательского дома. Через полчаса все начинается, а я как обычная. А где гуляете? В Юлиане. Неплохо. Ну, и с кем? Меня там ждет муж, и он не должен знать о моих косяках. Мой бывший муж тоже был занудой. Поэт. Пилил, воспитывал. А потом оказалось, что у него каждая неделя новая профурсетка. Забудь. Одевайся. Всего ночи. Спасибо. Все, не случайно. Спасибо. Пока. Ну, давай. Пока. Новый прикид, новый тренд. Последний писк. Здрасте. Меня ждет Данил Потемкин. Да. Проходите. Прошу. Спасибо. Вау, Ируния. Отпадный мужик. Где засада? Где-где. В голове у него засада. Видишь ли, он не может бросить эту свою бесплодную мышь. Она сидела с его папашей инвалидом. Ничего себе. А ты ему рассказала о ребенке? Сегодня скажу. Хочу посмотреть сначала на его ангелочка. Прикинь, что он меня сегодня попросил. Сделать вид, будто мы с ним не знакомы. Разве твой отец не в курсе? Сто пудов. Это она. Сто пудов. Это она. Ну, тем лучше. Да ладно, брось ты. Угости. Пожалуйста. Да, паршиво все получилось. Что вы сказали? Извините. Я говорю прохладно. Да. А ты куда сбежал? Там отец тебя хочет видеть. Как я говорил. Блестяще. Только, если честно, я тебя совершенно не слушала. Я смотрела на тебя и думала о нас. Ты чем-то расстроен? Да ничем не. Просто вышел подышать свежим воздухом. Ты возвращайся, а то замерзнешь. Я вернусь сейчас. Хорошо. Я вернусь. Я вернусь. Я вернусь. Как уехала? Мне показалось, что она была не совсем готова, потому что на ней было вечернее платье и кроссовки. Ну, она подумала, что надо так… Хватит! Извините. Субтитры создавал DimaTorzok ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Ну и чё же с вами? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Пошёл. Надеюсь, ты поймёшь меня правильно. Наша жизнь давно стала дешёвым фарсом. Последние несколько лет я жила с тобой ради Михаила Даниловича. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Теперь чувствую себя абсолютно свободной и ухожу к человеку, которого давно люблю. Детей у нас нет, разведут без моего согласия. В крайнем случае, покажешь им это письмо. Будь счастлив. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Не понял, что это за бред? Похожу к человеку, которого он довольно люблю. Добыть он не может. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 О, подруга, опять ты! Здрасте! Куда собралась? Подбрось! А я не знаю, куда мне! О, тоже мне новость! Садись, в машине расскажешь! Тебе все равно, а я тороплюсь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло! Катерина! Здравствуйте! Это муж Елены Потемкиной вас беспокоит? Как не знаете? Вы же были свидетельницей у нас на свадьбе! Да, Лена была тогда Ракитиной! Скажите, она случайно не у вас? Так, девять лет не увиделись! А... Еду. Опять ты сидишь? Что случилось? Что? Поругались? Опоздала? Нет. Случайно узнала о подробностях его личной жизни. Во, козел, а! Ну что этим мужикам не имется? Подожди, подожди, подожди! Ты что? Ушла от него? Да, дура! Надо было его вытурить из квартиры! Это квартира его родителей! А! Это неважно! Сколько лет вместе? Восемь! Да ничего я от него не хочу! Просто хочу его забыть! Ладно. В первое время прикандуешься у меня, пока не найдешь квартиру. Ну и работу я тебе дам в магазинчике. У меня магазинчик на пролетарке. Прямо на перекрестке. Любимыч, будешь слышала? Нет, не слышала. Да, кстати. Олимпиада! Елена! Можно просто либо. Да. Лена! Здравствуйте. Я могу услышать Ольму? А, не живет. А, не подскажем. Может быть, подскажете ее номер и… В Америке? Спасибо. Так. Так же называлась ее организация. Благотворительность. Дные, родные… Так. Выходим, выходим. Давайте быстрее, активнее, активнее. Извините, а где я могу найти Орлова Ольгу Сергеевну? Так, это я. Здравствуйте. Мне нужна Елена Потемкина. Так, аккуратно. Аккуратно. Какое совпадение? Мне тоже. Но Лена уехала. Как? Куда уехала? Так, а вообще кто? Я ее муж. Муж? В таком случае, вы должны лучше знать, куда она уехала. Вы понимаете, просто произошло недоразумение и… Помогите мне ее найти. Как? Она с утра мне позвонила и сказала, что уезжает из города. А фотографии с мероприятия обещала наслать электронкой. Все. Так, мы торопимся. Слушайте, я прошу вас, помогите мне с ней связаться. Она на мои звонки не отвечает. Хотите, я перед вами на колени встану? Ну, ладно. Этого еще не хватало. Вот так. Спасибо. Ну, ладно. Ну, ну же она сбежала. Она хочет найти, найдешь. Да мне плевать, что у тебя нет времени. Мне надо найти ее любой ценой. Сколько? Хорошо, не вопрос. Хорошо, завтра будет. Слушай, я сказал завтра будет, значит завтра будет. Пока. Привет. Привет. Извини, что не позвонила, просто… Да я без претензий. Просто соскучилась. А у тебя здесь так уютненько. Угу. Ира, зря ты пришла. Я бы и сам бы попозже зашел. А мне необходимо с тобой поговорить. Ты вчера наклюкался и проспал до обеда. Угу. Есть проблема небольшая. Ну, в общем, Лена пропала. Как пропала? Вот так пропала. Собрала свои вещи и ушла. Угу. Угу. Это ее выбор. Оно и к лучшему. Даня, мне нужно тебе кое-что сказать. Дай ручку. У нас будет ребенок. Ира, ты с ума сошла? Какой ребенок? Не поняла. Ты же так хотел сына. Да, хотел, но не так. А как? А я думала, что все люди делают это одинаково. Только по-разному реагируют на этот факт. Ира, подожди. Ты уверена, что это мой ребенок? Уверена. Еще я уверена, что он теперь не родится. Подожди. Если это мой ребенок, то я не отказываюсь от своих обязательств. Уверена. Только, Ира, давай договоримся. Мы не будем форсировать события, хорошо? Хорошо. И я буду решать, что и как делать дальше. Угу. Добрый вечер. Добрый. Я могу вам чем-то помочь? Конечно. Я хочу купить йогурт племяннице. А в консервантах ничего не понимаю. Она у меня родила вчера ребеночка. Поздравляю. А зачем вам разбираться в этих консервантах? Возьмите нормальный обычный кефир. Там нет никаких красителей. На него у ребенка аллергии не будет. И знаете что? Купите еще грецкие орешки, чтобы молоко было. А вот насчет орешков, если бы не напомнили, я бы совсем не вспомнила ничего. Середа, спасибо большое. Не за что, не за что. Да ничего не боюсь. Просто мне лично нафиг не нужно курить эту дурь. Ты врешь. Тебе просто страшно у папы штука стрельнуть. Ничего мне не страшно. Посмотрим, что ты будешь делать, когда дома поймут, что ты деньги тыришь. Да хоть воровать, лишь-то по кайфу. Славо. Не славо. Проверим. Я не специально. Тетенька, я не специально. Дяденька, вытащил все и положил на место. Я не специально. Тетенька, я не специально. Тетяна. 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 Все достал? Да. В следующий раз думай, что делаешь. Совсем сдурели. Жиру бесятся. Мальчишки, по-моему, всегда такие были. Нет, вы знаете, сейчас какое-то совсем другое время пришло. Вы знаете, у меня подружка сорок лет в школе отработала, а потом взяла плюнув на все и ушла. Вот такие же детки. Измываются, как хотят. А администрация глаза закрывает. Теперь директор звонит, просит ее вернуться. А она что? Она не камикадзе. Будет заниматься репетиторством. Английский ведь теперь всем нужен. Она английский преподает? Да. А в какой школе? Здесь недалеко. Школа пятьдесят девять. Ну, до свидания. До свидания. Мы здесь ищем идеальную женщину. Лен, все-таки глупая ты, а? Суешь голову в пекло. Нынешние детки — это бедние цветочки. Это ягодки волчьи. Я на своем опыте привыкла проверять. Во-во. И я говорю, дура. Нет, ну ты, конечно, набей себе пару шишек. Может, поумнеешь. А? Собака. Она очень нравится. Я не знаю. А? Ну и? Ну и? Ну и? Ну и? Ну и? Ну и? Ни? Ну и? Ну и? Ну и? Ну и? Ну и? Так-так, значит опыта работы нет, а диплом красный. И в факультет иностранных языков. Боюсь, вы нам не подходите. Ладно, извините. Ну, разве что временно, пока не найдем специалиста. Хорошо. Ну, вы хотя бы представляете специфику работы в школе? Я надеюсь, мне не придется жалеть о своем решении. У меня есть опыт работы, и я люблю детей. А в фонде близкие люди, и общалась. Любить детей мало, дорогуша. Да, мало. Тут особая политика нужна. Сейчас как раз большая перемена. Пойдемте, я познакомлю вас с коллективом. Да. Ты кто такой, а? Ага, здорово. Генка. Вот тебе сколько лет, а ты все такой же придурок. А ты такой же зануда. Слушай, это правда то, что ты мне сегодня по телефону наговорил? Неужели она тебя все-таки бросила? Может, кофейку? Кофейку? Ну, тогда с коньячком. Повод-то у нас есть. Не, ну ты гад, я себе место не нахожу, а он все шутки шутит. С моей работой по-другому нельзя. Лучше сразу застрелиться. Ну, ладно. Говори, суть дела. Говори, суть дела. Здравствуйте. 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 Здрасте. Здравствуйте. А как вас зовут? Елена Николаевна. Очень приятно. Абсолютно. Досочка клевая. Спасибо, у тебя тоже. Лови ботан. Лови ботан. Эй, ты чё кидаешься? Слышите? Здравствуйте. 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 Здорово. Привет. Эй, эй, отдай. Что ты нам заставай? Какая. Я не дам. Слышь, ты же. А, вот она какая. А, вот она какая. Давайте закидаем. Тихо, 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 тихо. Good morning. I am glad to see you here. My name is Елена Николаевна. I hope we'll become friends. Объявляю мораторий на использование тяжелой военной техники, потому что тема сегодняшней беседы дружественная. Садитесь. Why do we travel? Who will answer the question? О чем речь? Она спрашивает, кто любит путешествовать. Твой выход, девочка. Задай им жару. I like to go to Turkey, because there are great shops there. Фомичо, вот такой магазин вообще ничего не видела? Yes? Well, the pool, maybe restaurants… Крыса! They're near. Hi, baby! How are you? Yeah. Докатились, братва, торговки попёрли в учителя. Ну да. Девочку мою отдайте. Ты с твоей девочкой приглашён к директору. Сидите, сидите. Хорошо, что вы здесь, Елена Николаевна. Это ни в какие ворота. У вас с первого дня конфликты с детьми. Вам не казалось, всё прошло отлично? Может быть, у вас. Но ни у Жени Котова. Но вы ведь сами обещали мне помочь в этом разобраться. Ведь дело не в том, что он крысу притащил в класс, а в том, что он, в принципе, ведёт себя неадекватно. Он плохо влияет на товарищей. А я и разобралась. Но прежде чем обвинять, надо о доказательствах позаботиться. А крыса, ну, пошутил ребёнок. Беда какая. Вы знаете, кто его отец? Нет. Владелец гостиничного комплекса. Он нам спортзал оборудовал в прошлом году. Запомните, спонсоры — это наше всё. Я правильно говорю, товарищи? Да, Котов, ты чему? Надо выложить группу. Только рискни, я всё равно её достану. А чё там в магазине было? Да фигня. Да, всё-таки она классная. И свистеть умеет. Да, ножки ровненькие. Ты чё думаешь, она тебя там в магазине не узнала? Плевать! Я ничего не брал! Э, алё, алё, алё! Прекращаем мои вещи! Плевать! 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 Привет! Привет! Мой папа пригласил тебя и меня сегодня на семейный ужин. Надеюсь, ты не занят сегодня вечером? Занят. А это что-то меняет? Ты ещё куда-то торопишься? Да, у меня скоро встреча с Ивановым. Надеюсь, этот доморощенный сыщик поможет найти тебе твою благоверную. Ира, ты должна быть сама в этом заинтересована. Я должен получить развод, если ты не забыла. Господи, да что ты мне заливаешь, а? Вас разведут в два счёта. Вас вообще ничего не связывает. У вас даже детей нет. Да что ты за неё уцепился, а? Господи! Ведь она сама от тебя ушла. Это говорит о том, что она тебя никогда не любила. Втёрлась в интеллигентную семью, захотела богатой жизни. А вот я тебя люблю. Даня. Что? Ну, у меня есть всё, о чём можно только мечтать. И мне никто не нужен, кроме тебя и нашего ребёнка. Всё будет хорошо. Ты только не нервничай. Скажи мне одну вещь. Ты любишь меня? Конечно, люблю. Почему снова пара? Потому что двадцать процентов работы выполнила, а всё остальное — круглый ноль. Я тебе помогу потянуть некоторые темы. Да не нужна мне ваша помощь. Лучше ключ к тестам проверьте. У меня всегда за такую работу были пять и четыре. А я не понимаю, почему у тебя были пятёрки и четвёрки. Ты самые элементарные тексты со словарём переводишь. Может, мне папа с мамой объяснят? Да конечно. Больше им делать нечего, как с вами разговаривать. Надо было тебе в детстве хоть раз высечь. Чтоб ты думала, что говоришь и делаешь. Ну, пап. Папулечка. Когда ты наконец поймёшь, что у тебя голова не только для шляпки? Втягиваешь меня в обман? Какой ты ужин придумала? Папуль, послушай меня. Если ты хочешь для своей доченьки счастья, ты должен сделать, как я прошу. Ну, правда. Ну, я по-настоящему влюбилась. По-настоящему. Плавали, знаем. Ну, папочка, ну, умоляю тебя. Ну, правда. Он такой хорошенький. Такой умный. Такой нежный-нежный-нежный. Ну, пожалуйста. А? Ну, папуль. Ну, может, и к лучшему. Маленькая ложь ради большого счастья. Угу. И может, этот волосатый отвержится. Угу. Угу. Здрасте. Привет. Привет. Это тебе. Спасибо. Если вы желаете, я могу поставить ваши цветы в вазу. Ага. Приветствую. Присаживайтесь. Спасибо. Не забудь. Ты мне ещё должен. Я помню. Завтра. Честное слово. Обманешь — папа не отмажет. Доброе утро. Нам нужно поговорить. Да, это точно. Мамаша Котова звонила. Требует разобраться с тобой. У её сына нервный срыв. Он сказал, что лучше умрёт, чем придёт к тебе на урок. Нужно вызвать их в школу. Потому что сегодня утром, когда я подходила к школе, я видела некого мужчину, который передавал ему свёрток. И, кажется, угрожал. Если родителям нет дела до собственного сына, то нам с тобой зачем головой в петлю лезть? Потому что мы воспитатели. Но не полиция же нравов. Мамаша всё равно нам не поверит. А так ослабит, что мы потом не отмоемся. Ладно. Ты сама зачем приходила? Мне нужно вызвать в школу родителей Никиты Егорова. У него в прошлой четверти по-английскому стоит пятёрка, а знания на уровне шестого класса, в лучшем случае. Но есть способности. Издеваешься? Его отец был в школе после развода два года назад. Тогда они с женой пацана чуть пополам не разорвали. Только сейчас успокоились. Так успокоились, что, видимо, забыли, что у них сын растёт. Напиши мне его номер телефона, я сама ему позвоню. Он сюда всё равно не придёт, но ради интереса. Значит, приду я. Хорошо. Если тебе больше всех надо. Вот. Спасибо. На какой чёрт сдался тебе этот олигарх, а? Ой, олигарх. Что олигарх? Сколько таких олигархов? Из строительных компаний. Знаешь, сколько? Ещё покруче, чем это. А вот о том, что он отец, он не имеет права забывать. Ну, наживёшь ты себе с этой школой проблем на загревах. Правда, дорога обратная тебе всегда открыта, и на мою помощь можешь всегда рассчитывать. Ну, долг платежом красил. Леночка, я открываю себе новый магазинчик. Поможешь с рекламой. Здравствуйте. Николай Дмитриевич, я могу увидеть? Вы переводчица. В общем, да, но… Слава Богу. Так, Софья Игоревна. Здравствуйте. Здравствуйте. Переводчица на месте, всё в порядке. Вас как зовут? Елена Николаевна, я хотела с вами поговорить… Очень приятно, в машине с вами поговорим. Значит, появится Потапов, передать ему, что он осел. Всё, идёмте, нам пора. Идёмте. Девушка, я не советую вам спорить, он вас деньгами не обидит. Идите, идите, идите. Да, приёмная Егорова. Спасибо за оперативность. Как нет свободных единиц? Одна ваша единица только что отправилась с Шипом на переговоры. Как не ваша? Спасибо за информацию. Нет, ну всё, отпуск мне не светит. Ой… Так, о чём вы хотели поговорить? Да, я вам хотела сказать, что я… Сейчас, одну секунду, извините. Да, конечно, разговаривайте. Да, я слушаю. Здравствуйте, Родион Валерьевич, здравствуйте. Если вы в течение недели не поставите нам блоки, мы с вами расторгаем контракты и передаём дело в суд. А потому что все сроки уже давно вышли. Да, пожалуйста, до свидания. Извините, Родионовна. Я могу говорить? Да, я вас слушаю. Так вот, я к вам пришла, что… Извините, извините, пожалуйста, извините. Да. Потапов, а где тебя черти носят? Ну, какие документы? Спроси у Софи, какие тебе нужны. Кстати, а у тебя с головой всё в порядке? Ты зачем Титову из архитектурного уволил? А, ты решил по бабе законам проехаться? Ты знаешь, что у неё муж инвалид и двое малолетних близнецов? Её что, твой закон кормить будет? Восстанавливай, она отличный специалист. Не рассказывай мне сказки. Добрый вечер. Добрый вечер, Николай Дмитриевич. Ваши гости уже здесь. Добрый вечер? Нет-нет, только пришли. Хорошо, тогда два кофе сделаешь. Good evening. Good evening, guys. I would like to introduce you to Николай Егоров. And I'm his interpreter, Елена. Nice to meet you, guys. Nice to meet you, Alex. Good evening, Alex. Good evening, Alex. Nice to meet you. Спасибо. Прошу. Ну… О чем речь? Они очень впечатлены вашими объектами. Хорошо. We appreciate your attention to our projects. Thank you so much. Oh, yeah. Especially companies for kids. How's it? Добринья. Oh, yeah. Добринья. Добринья, yes. By the way, what's the meaning of this word Добринья in Russian? Is there some meaning of this word? Здравствуйте. Спасибо. Не мешаю вам, нет? Спасибо. Не спрашивай, кто такой Добринья? You know, it's the name of Russian hero. Like a big man. Like Ivan Podum. Yes, like Podumny. Они знают наших спортсменов. Замечательно. Ну хорошо, теперь давайте поговорим о наших делах. Let's talk business. Окей. Let's talk business then. Окей. Ну вы обаялить их американцев. Уильямс весь вечер голосил на вас. Честно говоря, я не рассчитывал на этот проект, но благодаря вам. Держите. Спасибо. Я не могу принять эти деньги, потому что вышло недоразумение. Я не должна была ехать с вами на встречу. Я не переводчик. Ну, в смысле, я переводчик. Подождите, подождите. Кто же вы? Я учитель английского у Никиты. А что вы сразу не сказали? Я пыталась вам сказать, вы же мне слово вставить не давали. Ну, тем более, вам же нужен был переводчик. В любом случае, вы их заработали, держите. Я не люблю ходить в должниках. Да, и что же натворил в этот раз мой отпрыск? Он не готовится к урокам, а хочет пятерку. Но я хочу, чтобы вы знали, что если будет все так же, то у него будет два. Понятно. А почему вы? У него же есть классный руководитель. Как ее? Ну… Вы даже не помните, как ее зовут. И игнорируете ее приглашение в школу. Да, я не помню. Я вообще не помню, когда в последний раз был в школе. В прошлом учебном году мои ребята ремонтировали крыльцо. Но вы же понимаете, что я не могу просто так взять и сорваться с работы. Нет, не понимаю. Потому что я считаю, что мы живем и работаем ради наших детей. Вот для кого вы создаете свою строительную империю? Ну, хорошо, поговорю. Я понял. Спасибо. До свидания, Николай Дмитриевич. Подождите. А на чистоту зачем вы пришли? Любопытство или вы хотите оставить школу, ищите новое место работы? Я хочу помочь Никите. Потому что он способный мальчик. А школа без родителей бессильна. До свидания, Николай Дмитриевич. До свидания. Ну все, я не могу больше ждать. Все, рассказывай. Рассказывай, как твой олигарх. Почему же он мой-то? Ну, пока не твой. Но я все-все узнала. Значит так, жена его свинтила с каким-то Томасом в Англию. Правда, тут ее бросил. Но Егоров ее обратно не принял и правильно сделал. Потому что ему нужна такая женщина, как ты. И откуда у тебя вся эта информация? Из своих источников. Ну ладно, ну скажи. Ну он тебе хоть чуть-чуть нравится? Ну симпатичный, нормальный. На первый взгляд. Угу. Но жена-то его бросила. Не просто так. Угу. Да стерва эта жена. Поэтому и сбежала. Подумаешь, каталась как сыр в масле. Что ей еще нужно? Ну ты-то не дуйся. Тут ни при чем. Пойдем. Лучше чего-нибудь вкусненького приготовим. Пойдем. А? Только я предлагаю разделение труда. Ты готовишь. Ну а я, я не хвалю. А? Пойдем. Так, рядовой Егоров, подъем. Вставай давай. Пап, а ты еще не на работе. А потому что сегодня суббота. Ты опять в школу проспал. Ой, да чего ты напрягаешься, как будто в первый раз. Это в последний. Что случилось-то? А ко мне вчера твоя учительница приходила, Елена Николаевна. Англичанка? И что говорила? А вот сказала, что все твои пятерки липовые. Хотя я мог и сам догадаться. И все. А что, ну еще что-то должна была сказать? Не, ничего. Просто они любят потрындеть учителя этим. Подожди. А я в панели в школу пойду. Понятно? Угу. А еще вставай завтракать. Давай, бегом. Давай, 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 давай. Давай. И зубы почистили. Ладно, все это. Давай. Чем же я вас все-таки не устроила, Ирина Александровна? Просто я нашла специалиста, проверенного временем, закаленного школьными буднями. Вы скажите прямо. Взяли старую пенсионерку, привыкшую к вашим понуканиям. Вот видите, Елена Николаевна, с вами совершенно нельзя разговаривать. Вы обо всем судите со своей колокольни. А школа — это же особый мир. Со своими законами. А на вас родители жалуются. Дети не все довольны. Все ясно. Елена Николаевна, здравствуйте. Мне бы поговорить с вами. Теперь это не имеет смысла. Мне нужно идти. А что случилось? Николай Дмитриевич. Здравствуйте. Рады, что вы решили к нам заглянуть. Прошу. Спасибо. Никита, ты куда? Женька умирает! Ему медсестра нужна! Как умирает? Скорую вызывай! Женя! Женя, господи, что же делать? Женя! Где же тут Егоров-то запропастился? Отдавите. Отдавите все, дайте против. Отдавите всех. Так, нельзя, что вы делаете? Кофту кто-нибудь дайте. Срочно! Кофту! И одно открыли, и вышли все оттуда. Лена, что же будет? Что будет, надо было раньше думать. Вы видели, что у ребенка проблемы. Женька! Держите голову так. Что он употребляет? Не знаю. Не ври мне. Ты тоже это употребляешь? Мне предлагали, но мне это не нужно. Я тебе верю. Два кубика. Внутривенную. Это началось ни с того, ни с сего. Что будет в попутчик с проблемой. Ура! Да, не знаю. Рукуами на пар dysfunctionку. Проб免ите с еды живого по tingui успехiente artists. Что случилось по diesemktion? Продолжение следует... Продолжение следует...